В моей юности Чак Норрис был крутым человеком, созданный им киногерой, крутой парень, да такой? А оказывается, Чак Норрис крутой и для нынешнего поколения. Ну не знаю, может это у нас в Волой Пристани, но мой сын сказал, у нас среди молодежи такое мнение, что Чак Норрис круче, чем Терминатор и Шварценеггер там, и все остальные. И Рэмбо, и Гобра, и все остальные. И ниндзи-черепашки, он круче. И знаете, что интересно, этот интересный парень Чак Норрис, он христианин, он проповедует Евангелие и так далее. Вот ну, как бы понимает, что на языке таком надо говорить. И вот Росомаха ему тоже понравилась. И сейчас готовится к изданию третья моя книга, и возможно в конце осени она должна выйти. И цель ее тоже такая же, поучать, развлекая, то есть интересным языком преподносить Евангелие. Ну, в такой форме. Спасибо. Теперь сегодняшняя проповедь. Я хочу говорить о чистом сердце. Хочу говорить о чистом сердце. Вы знаете, мы как христиане, вот когда родились свыше, у нас открылись какие-то новые сферы в нашем мировоззрении, что ли. То есть, когда человек был неверующий, ему что главное, там, деньги заработать, как брат говорил, когда пришли на карточку, все, больше ничего в жизни не надо. Там, о, Новый год приближается, ну, напьемся хорошо, оторвемся, да. Ну, что, о, джинсы бы новые купить, о, машину бы, мобилку. Как-то вот, ну, в этом только и вращаются мысли человека нерожденного свыше. Но когда ты стал христианином, у тебя открылись какие-то новые сферы, правда? Новые сферы, ты стал думать о церкви. Много времени ты стал уделять какому-то своему внутреннему состоянию. То есть, много ты размышляешь о предназначении, о призвании, о великом поручении. Ты, ну, как бы, открылись горизонты. Ты стал верить в небеса бесконечные и так далее. И вот есть какие-то вещи, они как каждодневная практика христианина. То есть, ты без них не можешь жить. Без них ты не можешь быть христианином. И их, наверное, немало, этих сфер. Но я хочу коснуться чистого сердца. То есть, вот для христианина, для нашей с вами практики, очень важным является уделять этому внимание. Блюсти свое сердце в чистоте. Аллилуйя. Вы знаете, это важнее, чем дары и наши свершения. Это важно, дары, свершения, достичь, что-то сделать. Но Христос говорит, вот одна из тайн библейских. Кому Он это говорит, да? Говорит, предстанут и скажут, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы чудеса творили? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Но мы же столько вот переворотили. И Он скажет, отойдите от Меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас, да? И тоже такая притча короткая, как предстал один человек перед Иисусом. И весь такой, как новогодняя елка, вот знаете, такой вот в красивых шарах, обвешанный, сверкающий, сияющий. Это мои дары, это мои таланты, это мое достижение, это мое это. И Христос говорит, так, давай снимаем. Ага, дар исцеления, это Я Тебе дал. Так, что еще? Красивый голос, ага, это ж Я Тебе дал. Так, что еще? Успех в бизнесе, это тоже Я Тебе дал. И когда Бог забрал все, что Он Ему дал, человек стоит, смотрит, гол как сокол. И вот чистое сердце или христианский характер в нас, братья и сестры, это действительно то, с чем мы предстанем перед Господом, что мы принесем. Аминь, одно из. Итак, я хочу сегодня вот затронуть такую интересную тему, важную для нас. На одном христианском сайте я прочитал, что в Израиле, в Иерусалиме, изобрели сексозащитные очки. Но есть солнцезащитные, а это сексозащитные очки. И вот, знаете, есть такие ультра-ортодоксальные евреи, но они так стараются свято себя блюсти, и там есть общины целые, не помню, как они называются, в Иерусалиме. Есть там кварталы, вот, где они живут, такие вот, знаете. И вот изобрели такие очки, которые покрыты специальной пленочкой. Очки для близорукости. И благодаря этой пленочке все, что там вдалеке расплывается, ну, а то, что близко, видно хорошо. Интересно, что пользуется спросом. Ультра-ортодоксальные евреи разметают эти очки. И кто-то в шутку из братьев написал, говорит, может, как-то там узнать и наладить поставку на Украину сексозащитных очков. И кто-то другой говорит, притупляет зрение, но усиливает воображение. И вот интересно, выход ли, выход ли для чистого сердца сексозащитные очки? Об этом мы поговорим с вами чуть позже. Сейчас хочу немножко сказать пару слов о сердце. Вот что говорит краткий библейский словарь о сердце? Краткий библейский словарь. Определение. Интересное. Сердце. Само средоточие человеческого существа. Вместилище чувств и привязанностей. То есть, вот если мы говорим о сердце, ведь правда Библия говорит много о сердце, да? И интересно, что Библия много внимания уделяет сердцу. Вот мы будем читать, что Бог ревнует о чистосердечии просто. Вот, ну, мы же уже с вами не вчера покаялись. Мы знаем, что сердце, о котором говорит Библия, это не моторчик, это не моторчик, вот этот насос физический, который качает кровь. Сердце — это что-то там внутри у нас, духовное как бы, да? И вот два момента о сердце. Когда мы их понимаем, мы можем понять предназначение сердца, функцию, ну, кое-что так глубже. Первое, что сердце — это источник. Источник чего? Источник твоей личности. Сердце — это что-то такое, откуда ты начинаешься. Оттуда начинается всё. Мысли, слова, привязанности, пристрастия, мировоззрения, дела. Всё начинается оттуда. Как ты видишь мир, как ты реагируешь на окружающий мир. Всё начинается из сердца. Итак, первое, сердце — это источник. И второй момент, сердце — это вместилище. Сердце — это ёмкость. Вот хочу вам сказать, что само по себе сердце нехорошее и неплохое. определяет, хорошее или плохое, то, что наполняет это вместилище, эту ёмкость. Я помню на уроке физики, в школьные годы вспоминаются иногда. Вы знаете, интересно, никогда с ностальгией не вспоминаю. Вот. Но вспоминаю иногда. И учитель физики пришёл, и там у меня такая книжечка была, «Интересные загадки по физике». Он задаёт вопрос, что находится в пустом кармане? Все сказали ничего в нашем классе. А он говорит, по закону физики, физика, она как бы показывает реалии этого материального мира, по закону физики в пустом кармане находится воздух. Кто-то вроде бы сказал в зале. Природа не терпит пустоты. Всякая ёмкость не терпит пустоты. Пустая ёмкость, если там вакуум, она делает так. И всё, как бы, изжалось. То есть, из сердца человека духовно точно так же не терпит пустоты. Оно чем-то наполнено. Всегда. Всегда чем-то наполняется. Вот ещё один такой пример про источник. Джон Остин, царство нашему благословенному брату небесное. Аминь. И вот Джон Остин как-то рассказал такой пример, что в одной африканской деревне начали болеть люди и умирать. Приехала специальная комиссия, врачи, учёные начали всё исследовать и обнаружили какой-то яд в воде. Там такая речушка протекала, маленькая. И вся деревня оттуда черпала водичку. И вот они начали исследовать, пошли вверх по течению, пришли к источнику. Вот сердце — это источник, да? Они пришли к источнику, а там как бы такая большая ёмкость была, как колодец огромный, откуда начинался этот родник, этот источник. И они обнаружили, что в источник упала свиноматка, дикая свинья и несколько маленьких её поросят. Они уже там разложились, надулись, и вот трупный яд от источника тёк по всей реке. И, знаете, вся река несла смерть. И оказывается, им не надо было ничего там делать, какие-то вакцины изобретать. Они просто почистили источник. И через совсем короткое время вода снова стала благословенная и здоровая. Вот почему мы говорим о сердце и о чистом сердце? Почему мы говорим, что это важно? Потому что то, что находится в источнике тебя, влияет на всё. Вы знаете, встречали ли вы несчастных христиан? Вот затронул опасную тему. Потому что христиан несчастных быть не должно. Запрещено. короткий анекдот. Жена спрашивает тому же, Вася, ты счастлив? Она говорит, а куда же деваться? И вот христианин, он просто обязан быть счастливым. Но бывают несчастные христиане. Выбора нет. Всё. Моя судьба – это счастье. Но вот иногда христиане бывают несчастные. Иногда вот я встречал, вот правда, и смотришь, вроде бы, ну всё было бы нормально, всё должно было бы получиться, но человек идёт по жизни, он всегда огорчённый, он всегда пессимист, он всегда видит в каких-то серых тонах что-то. Иногда причина в источнике что-то гниёт. Почистить надо. Как? Ну не знаю, тут есть духовные консультанты, к ним надо обратиться, они должны знать. Аминь. Как провести через консультирование, через покаяние где-то, может через какое-то отречение, и чтобы почистить источник. И вдруг стал источник чистый, и как у тебя, как с глаз что-то упало, ты смотришь, хорошо-то всё, легко дышишь, всё прекрасно. Аминь. Я думаю, что в основном, все мы это пережили, братья и сёстры, да? В основном, потому что мы обратились к Богу, кровь Христа омыла нас, и так далее. Но иногда бывают какие-то сорнячки, которые надо выдернуть до конца. Итак, что Бог говорит о нашем сердце? Мы сегодня будем открывать Библию, потому что мы верующие. Это первая книга Паралипоминон, 29 глава. Вот. Как говорит один проповедник, откройте Библию, а если у вас сегодня нет Библии, то подсядьте к верующим и посмотрите у них. Но прогресс идёт вперёд, у нас Библия открывается на экране. Когда моя жена говорит, Толя, ты чё без Библии? Я говорю, у меня она уже записана на скрижалях сердца. Духовная отмазка. Итак, первая Паралипоминон, 29 глава. Ну вообще прекрасная глава. Прекрасная. Все, кто проповедует о пожертвованиях, знают эту главу. Это молитва Давида, когда он жертвовал деньги на храм. То есть всю жизнь собирал. Всё там что-то имущество, знаете, золото и так далее. И вот он жертвует, и князья жертвуют на будущий храм. Какое-то такое благословенное состояние они переживали, как-то так радовались. Ну вообще прекрасный момент и прекрасная молитва. И вот в 17 стихе в молитве Давид говорит такие слова. «Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал всё сие, и ныне вижу, что и народ Твой здесь находящийся с радостью жертвует Тебе». Иногда можно, знаете, вот когда сердце нечистое, да? Что бы ты ни делал, всё делаешь не от чистого сердца. И даже жертвуешь. Правда? И Давид говорит пророчески, он как бы видел духовное состояние пророчески, говорит, «Господи, вот и я, и все, все мы от чистого сердца». И дальше он молится и говорит, «Боже, сохрани это расположение мыслей сердца народа Твоего навсегда». Ну как-то, ну, к сожалению, нереальная молитва. Потому что как-то не сохранилось всё равно. Но так хочется. Вот Давид, как Божий человек, вот знаете, как человек, который ходил перед Богом, который знал Бога, который знал Божьи пути, он понимал, какая драгоценность в чистом сердце. И смотрит, и у народа сейчас такое сердце чистое, правильное, хорошее. Он молится, «Боже, вот если бы ты это как-то разделал, и навсегда вот такое состояние у людей сохранилось». Почему-то не сработало. Почему? Потому что мы сами должны прилагать непосредственные усилия, принимать непосредственное участие, чтобы соблюдать своё сердце в правильном состоянии. Аминь. Ну вот смотрите, Бог любит чистосердечие. Ты испытываешь сердца и любишь чистосердечие. Как говорил Григорий Павлович, что Он взвешивает сердца. Аминь. Испытывает, взвешивает, проверяет своими мерками, своими весами. Иногда человек там, знаете, действительно, как новогодняя ёлка, обвешанный, там бывает какими-то достижениями, какими-то даже дарами, талантами и так далее. Вот. Кто-то хвастается там новой мобилкой, кто-то хвастается третьей книгой, кто-то хвастается там новой машиной и так далее. А Бог взвешивает, смотрит на сердце. У Него другие критерии оценки. Аминь. Он взвешивает сердца. Он любит чистосердечие. Что ещё сказано о чистом сердце? Знаменитое место Писания Матфея 5,8. Нагорная проповедь Иисуса Христа говорит, «Блаженны чистое сердце, ибо они Бога узрят». Вообще такая глубина в этом стихе. Такая глубина. Скажите, что может быть заветнее узреть Бога? Почувствовать Его, пережить. Да, как мы говорим, «Вижу Бога глазами сердца». Вот что может быть более заветнее? Условия есть. Чистое сердце Бога узрят. Чистое сердце, оно как будто бы навстраивает твой дух на правильную волну. Вот есть там радиоприёмники, волны разные, разная чистота. Вот чистое сердце, ты так раз и настроился. Вижу Бога, слышу Бога, чувствую Бога, понимаю Бога. Вижу, куда Он ведёт меня, вижу, что Он сейчас делает, вижу ситуацию, понимаю, мудрый. Знаете, как написано, «Глаза мудрого в голове его, ну а где же им ещё быть?» Ну, а у глупого иногда глаза в других местах, в карманах там ещё где-то, ну не знаю, что Он смотрит, и ничего не видно. Вот. А чистое сердце, они мудрые, они видят Бога. Так бывает. Благословенное служение, благословенное прославление, стоят рядом два человека, рядом. Один переживает Бога. Один переживает Бога в проповеди, в служении, везде, в прославлении. Второй смотрит, думает, «Чего я сюда хожу?» Пусто. Нету Бога. Ничего не переживаю. Смотрит, ну притворяться же сложно. Улетел. Сосед по креслу улетел, а я нет. Наверное, Божий дождь вот так как-то местами тут пролился, тут нет, тут пролился, в шахматном порядке, так позову, да? Как говорит одна в селе женщина, синоптики говорили, что местами будет дождь, а у нас по всём селе прошло. Так вот, и той стоит с нечистым сердцем и думает, местами, местами прошёл Божий дождь. Но ведь это же реальные вещи. Ведь мы бедные, обворованные, несчастные люди, но когда вот что-то такое есть, так надо же просто что-то сделать, что-то разобраться, очистить как-то, привести в порядок сердечко своё и видеть Бога, и переживать Его, и соприкасаться с Ним, и чувствовать Его. Аминь. Но это так важно. Как можно быть христианином, жить христианской жизнью, быть благочестивым, духовным и так далее, когда не иметь вот этот атрибут, неотъемлемый атрибут христианской жизни, чистое христианское сердце. Аминь. Аллелуи. Я увидел в Писании, что Бог имеет, как будто бы, юридическое право требовать с нас отчёта, в каком же состоянии наше сердце. Вот знаете, вот Бог, Он справедливый. Вот как-то мне нравится, Бенихин говорит, что Он джентльмен. Вот если есть какие-то правила, Бог их как-то соблюдает. И вот я думаю, что на каком основании Бог требует вот твое сердце, дай отчёт, в каком оно состоянии, если бы, наверное, не имел реального, настоящего права. Но как-то, наверное, и не трогал бы. Но, конечно, Бог имеет на всё право. Аминь. И на каком же основании? Вот такой простой пример. У вас есть квартира, например, да? Вот у кого есть своя квартира? Помажите мне руку, пожалуйста. А домик у кого есть свой? Представьте, ваш дом. Вдруг как-то так сложилось, что во всём вашем доме холодильник мой. Ну, например. Ну, как-то так, очень идиотская ситуация. Ну, холодильник мой. И продукты туда я затариваю за свои деньги. Ну, вы как-то пользуетесь, открываете, думаете, а можно, нельзя. А нету ли видеокамеры, не наблюдает ли. И потом я прихожу и начинаю требовать отчёта. Так, а что ж тут с моим холодильником? Так, а что ж всё поели, например, да? Вы возьмёте холодильник, выставите за дверь. Скажите, иди отсюда со своим холодильником. Не мешай нам жить своей жизнью. Почему? Потому что я не имею, в принципе, права даже свой холодильник иметь на вашей территории, квартиры. Возьмём другой пример. Например, мои детки, да? Вот, пошли учиться, живут где-то в общежитии. Я полностью экспонсирую. Я привёз холодильник старенький, запасной, поставил. Я тарю этот холодильник продуктами, я же за всё плачу. Вот периодически, как бы, ну, фантазируем, я пришёл, открыл, смотрю, ага, холодильник грязный, что-то пошкарябали его, что-то тут разлили сверху. И продукты, вот лень было готовить, и за день съели продукты, что на месяц должен быть. Ну, и так далее, да? Вот, и как бы, ну, нормально. Вроде имею право. Я же папа, во-первых, и во-вторых, я же как бы за всё плачу. И вот Писание говорит, что Бог имеет право. Имеет право на наши с тобой сердца. На каком основании? А на очень простом основании. Он слепил их своими собственными руками. Он взял их, не знаю, из чего, из какого материала Он слепил твоё и моё сердце. Тело из праха земного. А из чего сердце? Ну, открывает Библия тайну из дыхания своего. Аминь. И вдохнул Бог в лицо Адама дыхание, и Адам стал душой живой. Душа, сердце, это слова синонимы. И вот Бог взял какое-то своё дыхание, из этого своего дыхания своими руками соткал. Как поэтически говорит в 138-м псалме Давид, ты соткал меня в очей матери. Как художественное произведение какое-то такое, да? Как мастер. Вот он взял и слепил твоё сердце. Ну, конечно же, имеет право требовать. И дал тебе его в аренду. Говорит, приду и спрошу, используй правильно, по предназначению. И когда мы смотрим на библейские истории, эпохальные библейские истории, на такие, как Патол, как суд над Содомом, Мегаморой, и разные другие, всякие, и тот же самый последний суд, мы видим, что Бог постоянно ревнует, требует и рано или поздно спросит. Спросит за сердце, спросит за всё. Аминь. И Псалом 32-й, 15-й стих. Вот мы должны прочитать это место Писания. Псалом 32-й, 15-й. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Вот взвешивает, испытывает, вникает. Вот у Бога, знаете, у Него такой огромный пульт как бы управления, и Он видит всё там, видит наши сердца, и Он постоянно вникает. Вот если профантазировать, как будто бы у Него там специальная ангельская служба, там огромный штат сотрудников, которые этим заняты постоянно. Вникают, исследуют, записывают, смотрят, взвешивают. Вот так можно поступать только с чем-то очень ценным для тебя. Что действительно реально очень-очень-очень дорого для тебя стоит. Для Господа очень дороги наши сердца. Вы знаете, я думаю, каждый художник, когда творит своё произведение, тот, кто картины рисует, тот, кто музыку пишет, тот, кто кино снимает, тот, кто стихи сочиняет, всякий художник в своё творение вкладывает, вплетает частичку себя. И не просто частичку себя, а частичку чего-то сокровенного своего из сердца. И поэтому всякое творение, оно однозначно отображает прежде всего Творца. И вы знаете, вот иногда смотришь, картина какая-то, ну, к сожалению, я недалёк в живописи. Но иногда вот смотришь, даже я своим дилетантским глазом смотрю, думаю, ну вот реально, вот многие рисуют, а вот в этой картине как будто что-то есть. Вот как будто автор смог передать какую-то глубину своего сердца, что ли. Вот какой-то, ну, такой глубокий непонятный взгляд на какие-то вещи, да. Вот всякая картина, ну, творение отображает Творца. Точно так же, когда Бог соткал из своего дыхания твоего сердца, Он завпечатлил в Нём себя, вложил крупичку себя. Аминь. Вдохнул частичку себя. И поэтому действительно может быть это тоже, что значит мы созданы по образу и подобию Божьему. Аминь. Ну и поэтому Господь, знаете, Он смотрит на Свои отражения и хочет видеть, чтобы оно всё использовалось по предназначению. А по предназначению это значит сердце чистым должно быть. Аминь. И когда он видит что-то не так, он может вмешаться, может взыскать. И были в истории такие периоды потоп. Очень интересная фраза о человечестве того времени записана в Бытие в 6 главе. И посмотрел Бог на сынов человеческих и вот все помышления сердца их были зло во всякое время. Всех людей. Вот, ну, не помню дословно. Ну, представьте, да? Всех людей, все помышления зло во всякое время. Ну, просто вот, ну, может до конца действительно это нормально, это естественно, что мы до конца не понимаем Бога. Да, вот, как Павел сказал, бездна премудрости и богатства Божьего. Но вот Господь смотрит с небес, думает, что же они делают со своими сердцами. Он возревновал. Знаете, Бог рассердился. Рассердился и сказал не вечно Духу Моему быть пренебрегаемыми человеками. То есть, когда мы со своими сердцами творим, что попало, мы Богом пренебрегаем. Он сказал, ну, вечно все разберусь. Господь сказал, все разберусь. Так, где все потоп? Все потоп. И разобрался. Бог сделал то, что сказал. И все люди, у которых все мысли были зло во всякое время, они утонули тогда-то. И потом были разные другие моменты. Тот же самый Валтасар. Почему Бог так возревновал и написал перст, потому что он смотрит на сердце. Валтасар, ты царь, или просто слесарь, или просто человек, или пенсионер. Какая ему разница? Он смотрит на твое сердце, думает, что он делает со своим сердцем? и сказал, исчислены дни твои. Все, Бог подвел черту. И вы знаете, очень страшно, когда Бог подводит черту. Написано, в ту же ночь взяли мокрое одеяло и положили на лицо Валтасару. И он уже не проснулся. И стал другой царем, человек. Мы говорим, ну как Бог же любовь? Ну Бог же добрый. Ну, Бог такой, как о нем рассказывает Библия. И наступит момент, когда будет последний суд. И те, кто не святили Господа Бога в сердце своем, да, они погибнут вечной погибелью. И доброта, и то, что Бог есть любовь, и то, что Бог добрый, не помешает ему сделать это до конца. Очень интересно и где-то страшно. Я думаю, харизматам не хватает страха больше. Так что нагнать страху иногда хорошо. Лука 6, 45. Там написано «Добрый человек из доброго сокровища сердце выносит доброе, злой человек из злого сокровища выносит злое». Иисус говорит «Как вы можете говорить доброе, будучи злым?» Нереально. Сердце — это оболочка, и человек есть то, что наполняет его сердце. Итак, давайте мы с вами прочитаем или, может быть, для экономии времени запишем места Писания, и я скажу, что там сказано. Вот положительные вещи, которые должны быть в наших сердцах, о чем говорит Библия. 1 Петра 3, 15. 1 Петра 3, 15. Там сказано «Господа Бога святите в сердцах ваших». В сердцах. Галатам 4, 6. Там сказано, что Бог дал в наши сердца Духа Святого, Духа Сына Своего вопиющего Авва Отча. Евреям 10, 16. Написано, что закон Божий в сердцах наших должен быть. Ефесянам 3, 17. Верую Христу вселиться в сердца наших. Римлянам 5, 5. Любовь Божья слилась в сердца наши Духом Святым. Римлянам 10, 8. Слово Божье в сердце наших должно быть. Аминь. То есть, смотрите, какие прекрасные, благословенные, красивые, положительные вещи, братья и сестры. Ну, только представьте себе, даже когда просто подумаешь об этом, уже на душе рай начинает расцветать. Господа Бога светите в сердцах ваших. Любовь Божья слилась в сердца ваших Духом Святым. Слово Божье, закон Божий, Дух Святой, Сам Христос и так далее. Это прекрасно. Аминь. И есть какие-то негативные вещи, о которых Библия говорит открыто, которые не должны быть в сердцах наших. Вот коснемся некоторых из них. Злые, первое, это злые помыслы. Местописание притча 6,18. Там сказано, Бог говорит, ненавидит семь вещей в притчах и перечисляет. Бог есть любовь, но есть вещи, которые Бог ненавидит. Любовь ненавидит некоторые вещи. Аминь. Любовь может ненавидеть некоторые вещи, греховные, неправильные. И там написано одно из вещей, что Бог ненавидит в сердце кующие злые помыслы. Вот иногда бывает такое, люди злые порой, да, сядешь иногда в маршрутку, смотришь, такие все злые, злые, что-то куют, посмотришь в Верховную Раду, такие злые, морды пьют друг к другу. И это так распространено. А Бог говорит, а я это ненавижу. И вот интересно, не просто, знаете, иногда может быть ты что-то подумал нехорошее, может, но написано, сердце кующее злые помыслы. Ковать это, как тяжелый труд кузнеца, который бьет икру посвященно, знаете, потом истекает и кует, и кует, и кует. Бог говорит, я ненавижу это. Твое сердце не должно стать кузнецей для зла. Аминь. Следующее, Экклезиаста 7.9, там написано, что гнев гнездится в сердце глупых. Вот что-то мирские люди, они так думают, ну, не знаю, я помню, таким был, что гнев это очень правильное чувство. Когда ты гневаешься на жену, на президента, на прапорщика в армии, еще на кого-то, то ты же просто молодец. Фух! Знаете, даже песни такие пели, пусть ярость благородная сгибает, как волна, идет война народная, священная, священная. Понимаешь, у человеческой ярость и гнев, они как священные чувства. И столько бед из-за этих священных чувств. Библия говорит, гнев человека не творит правды Божьей. И гнев это отдельная тема. Как-то Библия даже говорит, гневаясь, не согрешайте. То есть, наверное, бывают моменты, ты же человек, и гнев может прокатиться по твоим эмоциям. Где-то ты можешь как-то так, знаете, вспылиться. Но здесь написано, гнев гнездится в сердце глупых. Что такое гнездится? Это ПМЖ. ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА. Вот если как бы прописался гнев в твоем сердце, ну, глупый человек, глупый, неразумный. И вот в притче 22 глава, 24 и 25 стих там даже сказано вообще не дружись с гневливым. Не сближайся с ним, с раздражителем, чтобы тебе не научиться путям его. Следующая, третья неправильная вещь в наших сердцах, это зависть. Зависть. Якова 3,14. Кто имеет в сердце горькую зависть и сварливость, то пусть не говорит, что это мудро, сходящее свыше. Вы знаете, зависть, она иногда бывает завуалированная, тайная, припрятанная. Иногда, завидуя, человек даже вроде и не поймешь. Но вот иногда, знаете, признак такой, завистливый человек, он всегда на всех сердится. Он всегда всем недоволен, чем-то раздражительным. Где-то что-то он говорит, «Да шо это они там, да шо это они выпячиваются, да? Выбил жила молодежь с барабанами сегодня, с плакатами. Завистливый человек, сам-то его не понимать, скажет, «Да шо это они тут раскудахтались, барабаны стучат, вот чини-чи, чини молодежь, да? Ну, например». То есть, сварливый завистливый человек. Я прочитал в притчах, благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Вот я хочу, чтобы это, знаете, вот постоянно напоминаю себе, чтобы это было правилом моей жизни. Как еще раз досказано, слава для человека очень круто, прекрасно, быть снисходительным к проступкам. Сделал где-то что-то не так, ты говоришь, «Халилуя, пусть Господь благословит, как Реорий Павлович». Я знаю, что он очень снисходительный ко всем нашим проступкам. Следующая вещь — это жажда обогащения или любостяжания, как говорит Писание. 2 Петра 2,14 и Библия говорит, что сердца их приучены к любостяжанию. То есть, когда ты жадный, постоянно хочется тебе стать богаче. У тебя, знаете, как у дядюшки Скруджа одни доллары вместо глаз. Куда бы ты ни посмотрел, на что бы ты ни подумал, так взвешиваешь. Не, ну нормально, я с бизнесменами. То есть, это какая-то тайная грань, которую самому надо нащупывать, когда ты просто зарабатываешь, и это нормально для всех. Или когда у тебя уже есть жажда обогащения. Поклоняться мамоне и быть сребролюбивым можно бедным человеком абсолютно. Вообще без денег и ты будешь сребролюбивым. Потому что проблема находится в сердце. И так, следующий, пятый момент, это прелюбодеяние. Как сказал Иисус Христос, что если кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. В сердце своем. И вот интересный такой момент. Мы начали с того сексозащитных очков. Помните, да? И вот был такой теолог, святой Августин, но все его знают по слову, цитируют его, великий был человек. Но не все как-то рекламируют, что этот человек оскопил себя ради Царства Небесного. То есть говорят о нем, ну, те скудные, так сказать, предания, что, ну, был как-то неправильный образ жизни он вел. С какой-то женщиной жил. Ну, вроде как гуляка такой был. Потом познал благодать Христа. И слова Иисуса Христа, что некоторые ради Царства Божьи сами оскопили себя, понял буквально. Я оскопил под скальпель. Так зато потом он такие произведения написал, такие труды. Ну, надо же было куда-то выйти от этой энергии. Вот. Вопрос, выход ли это? Оскопить себя, одеть солнце сексозащитные очки или еще что-то такое сделать. Знаете, иногда, ну, не знаю, наверное, когда такие темы больше, когда проводятся, говорят, братья будут в той комнате, а сестры будут в той комнате. Поэтому я буду говорить аккуратно общие вещи. Ну, кто-то, знаете, ну, почему-то, наверное, вот это вот больше проблема все равно мужчин касается. Иногда мужчины думают, ну, приду в возраст уже в такой, когда мне уже будет все равно. Таким святым, благочестивым буду человеком. Знаете, общался неоднократно с пожилыми братьями, мне говорят, не обманывайтесь, не помогает. Возраст не помогает. В одной церкви, такая ортодоксальная святая церковь, был слепой брат, абсолютно слепой. И к нему братья как-то подошли, сказали, слухай, а ты же блаженный. Надо же как-то ободрить его. Ты блаженный. Как бы ты знал, скільки соблазну от всех учей, когда сейчас люди так одеваются, когда летом они вообще забывают, что надо одеваться, да? А ты же ничего не видишь, ну, ты блаженный, живешь в совершенном мире и все. Он говорит, братья, как вы ошибаетесь? Я не вижу, но у меня такое воображение. И когда я почую, у тебя каблучки цок, 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 у меня все эти чувства, как будто, когда ты дивился, скажи. Фух, не помогут, не помогут сексозащитные очки и оскопление по методу святого Агустина. Не поможет. Потому что с проблемой надо разбираться в сердце братья и сестры. Аминь. В сердце там надо разобраться и тогда все будет нормально. Христос, обличая фарисеев, говорит, вы, фарисеи, внешность как-то чистите, блюдете, а внутренность полна хищения. Фарисей слепой, очисти внутренность свою, тогда и внешность вся будет чистая и хорошая. Аминь. А вот это уж серьезная христианская практика. Вы знаете, в нашем огороде бурьяны сами растут. Поэтому, если не следить за тем, что наполняет твое сердце, а глянуться не успеешь, как все будет терниями и волчцами зарастет. А вот, чтобы вырастить помидорчики, петрушечку, еще что-то хорошее, надо работать, надо в поте лица, надо прилагать усилия. Аминь. Я хочу вам сказать, что есть универсальное чистящее средство, которое способно очистить наши сердца от всяких скверн, грехов и так далее. Это кровь Иисуса Христа. Она срабатывает, когда ты каешься. 1 Иоанна 1,9 написано, что если мы исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит. Поэтому, знаете, не надо, чтобы дьявол сидел на голове, где-то там на ушах, на шее говорил, все, ты грешник, ты согрешил, ты испачкался, ты грязный, не иди в церковь, не поднимай руки во время прославления, не улыбайся, ты же грешник. Вот, это не его дело. Мы решим с Господом, когда надо. Аминь. Потому что, когда Иисус умер на кресте, Он умер не только за те грехи, которые ты совершил до покаяния, но и за те, что ты совершил и совершишь, может быть, еще после покаяния. Это есть благодать, это благая весть. И можно подумать, вау, тогда же так все просто, лафа просто. Согрешил, покаялся, согрешил, покаялся, грешу и каюсь, каюсь и грешу, грешу и каюсь. К сожалению, некоторые так и живут. И Иоанн пишет свое первое послание, понимая, что реально можно так подумать, он говорит, дети мои, ну это же я пишу вам, чтобы вы не согрешали. То есть не надо грешить. Потому что благочестие, благодать учит жить свято. Аминь. Постараться где-то, прилагать усилия, но все-таки хорошо, а как же все-таки достичь такого состояния, когда ты всегда наполнен хорошими, правильными вещами. Это последний штрих в проповеди. Я заканчиваю. Так говорят проповедники, потом еще полчаса. Но апостол Павел так послание писал. Ну, братья, все, будьте благословенны, пока, до свидания. А, да, вот еще. Потом он говорит, ну все, ребята, пока, до свидания, передайте привет. А, вот еще забыл. Вот, но я реально буду заканчивать. И вот есть такая фраза в книге пророка Исаии. «И распадется ярмо оттуга». Я не знаю, как вы понимали, понимаете эту фразу. Я очень долго думал и понимал, видел такую картинку. Вот несчастный грешник или христианин, да, и какое-то ермецо еще осталось. И тут приходит помазание. Оно всходит, это помазание. И разрушило всякое ярмо. И иногда вот, знаете, ты ждешь и думаешь, вот сейчас что-то произойдет. Вот сейчас за меня иностранцы помолятся. Вот сейчас что-то капнет на меня с неба и распадется ярмо. И я слушал Кеннета Копла, да, он говорит, не знаю, как он там разбирал эти еврейские слова, он говорит, что смысл и картинка другая. Например, у тебя на шее ярмо. Но шея така тучна, така тучна шея, что ярмо хруси лопнуло и спало с твоей шеи. Как-то сидит хохол в парикмахтерской. Парикмахер говорит, ну тебе и шея. Вин говорит, сало ем. Он говорит, та ешь, сын, но шею мить надо. У нас пойдет за меня включили, люди подожди. Раз, раз. Распадется ярмо оттуга. Я так представлю, когда ты духовно, вот сердце твое чистое, оно так чем-то наполнено хорошим, Божьим, как мы читали, Господа Бога, светите в сердце Духом Святым, Словом Божьим, Закон Божий. Какое там ярмо. Да оно, знаете, как у веревки с рук Самсона, как перегоревшая пакля рассыпется, распадется всякое ярмо. Так как же быть таким христианином, чтобы духовно шея была вот такая, и всякое ярмо просто распадалось. Знаете, как Бонке сказал, что мухи не садятся на горячую сковородку и на холодную тоже, а на тепленькую можно погреться. То есть, как быть вот таким христианином с такой духовной шеей и быть горячей сковородкой. помните деяния? Они постоянно пребывали в молитве, в учении апостолов, в преломлении и что еще? В общении. Вот четыре столпа, на которых держится настоящее живое христианство. Когда эти столпы есть, тогда ты духовно, твое сердце действительно постоянно наполнено. Мы как бы это понимаем, но, знаете, вот упускаем одно слово в этом отрывке Писания. Ключ находится в слове постоянно. Не раз в месяц Библию почитал. Не раз в месяц в церковь пришел. И даже не один раз на воскресенье в церковь пришел. И как бы раз наполнился чем-то хорошим, да? Ключ в постоянстве, в постоянстве. Когда ты постоянно пребываешь в общении с христианами, когда ты постоянно пребываешь в общении с Богом в молитве, когда ты постоянно пребываешь в Слове Божьем, делаешь это постоянно, твое сердце чистое, оно тучнеет, и ты горячий, и какие там мухи сядут на эту горящую сковородку. Аминь. Аллилуйя. Будьте благословены, братья. Давайте мы встанем для адморита. И сестры тоже будьте благословены. И вы обязательно купите книжку после собрания. Господь, воздаем Тебе славу. Воздаем Тебе славу, Великий Божий. Увеличаем Тебя. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Господу, церковь. Пять мужей вышли на покаяние. Шесть. Семь. Восемь мужей. Аминь. Знаете, это такое славное время, когда мужики, мужчины обращаются к Господу. Вот есть такой менталитет, знаете, у людей, что вера – это дело женщин. Вера – это дело настоящих мужиков. Может, хватить смелости там где-то кому-то в глаз дать, простите, что я в церкви так говорю, да? А вот выйти покаяться перед Господом сюда не у всех смелости хватит. Так что вы молодцы, братья. Вы красавцы. Мы с вами будем сейчас молиться. Молитвой покаяния. Вы закройте, пожалуйста, глаза, и вся церковь вместе с нами будет молиться. Повторяйте эту молитву, потому что Господь здесь, Он слышит. Господь, Небесный Отец, я обращаюсь к Тебе во имя Сына Твоего и Иисуса Христа. В Твоем Слове сказано, если я исповедую свои грехи, Ты меня простишь, и Ты очистишь мое сердце, потому что Божий Сын, Иисус Христос, на кресте умер за меня и пролил свою кровь за меня, перед Твоим святым лицом я признаю себя грешником, я признаю себя духовным банкротом, я нуждаюсь в Тебе, Господи. Возьми мое сердце, которое Ты соткал, которое Ты любишь, очисти его кровью Божьего Сына. Прости мне все мои грехи, даже которые я и не помню. И поселись в моем сердце сам, Господи. Отдаю Тебе свое сердце. Будь моим Господом и будь моим Спасителем. Великий Бог, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. 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 Аминь.